сегодня вам снова везет потому что вы попали на прохождение квеста the next big thing и непременно уйдете отсюда с хорошим настроением это 15 часть мы на сто процентов его проходим это просто не может не радовать согласны ну поехали тогда он напоминает мне к вине мою красивую сестру художницу и ок вине пять картин сестренка поняла что хватит притворяться неполноценной лучше помоги мне 5 картин 5 картин ван гога за ногу на завтра у тебя завтра выставка если успею я выдохлась лизе я не знаю какой еще мазню нарисовать но ты же рисуешь гораздо лучше меня не морочь мне голову мне нужны идеи в рубль-бубль ладно на какую тему я без понятия какие идеи идеи картины аль грека калека поразительные сногсшибательные ошеломительные идеи поняла да 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 знаешь что за последние два дня со мной произошли тысячи поразительных сногсшибательных ошеломительных событий мне не нужны тысячи всего пять выкладывай рассказываю нет не рассказываю не получится сейчас я ничего не помню совсем ничего совсем ничего лизе рубинс-бубинс прекрати нытише или извилинами поняла хорошо я попытаюсь вспомнить пять событий которые тебя вдохновят сказал алис и она сногсшибательно ван гога за ногу так давайте раз два три мы видим начнем с первого когда ты вернулась из парижа никогда а ты когда приехала куда в париж несколько моментов назад а что просто любопытно завтра у тебя выставка поговорим об этом сколько еще картин тебе нужно для завтрашней выставки 55 картин рембрандт некромант когда тебе в голову придется сногсшибательная идея скажи рембрандт совсем некромант какой галереи пройдет твоя выставка догадайся в одной из папиных . его подвел какой-то тупой художник и как всегда и не детка заполни мне пустоту ты наверное дорого продаешь свои картины очень если на картине есть красная огнестойкая буква q который я подписываюсь цена утраивается абсурд возьми шартер есть на свете что-нибудь более впечатляющее чем шартерский собор а кто его подписал в рубиль бубль никто хватит о твоей выставки давай поговорим о семье назови три имени нянь нашего детства время пошло эмили роберта и анук нет среди них нет того которое мне нужно но все равно спасибо тебе что-нибудь известно об н мари притормози лизи я не хочу ничего знать о твоей сестре и твоей не заводи меня я ее не выбирала ты давно разговаривала с мамой недавно я сказала ей что собираюсь вытатуировать кью у себя на лбу и она закричала жан мишель ты слышал что сказала твоя дочь боже мой мой ведь она из алиэров именно так хватит с нас семейной темы эйк эйк да квинни очень похожа на лис я на пять минут старше ее это заметно наша семейная бунтарка она настолько женственно что временами кажется мужчиной она единственная из трех сестер отлично говорит по французски она даже улавливает двусмысленности она настолько женственно к вини я вся внимание знаешь чего я больше всего боюсь что тебя проглотит крокодил с тех пор как мы играли в книгу джунглей н мари была тарзаном ты джейн я читай а папина машина крокодилом ты открыла капот засунула голову внутрь как будто он тебя ест капот закрылся и я неделю пролежала в коме спасибо завтра у тебя выставка поговорим об этом а почему ты так задержалась потому что париж это праздник а я не монахиня за скукой и дикой мари за безумствами клизи а за праздником к вини ты наверное дорого продаешь своей картины очень от акту какой галереи пройдет твоя выставка догадайся в одной из папиных в точку его подвел какой-то тупой художник и как всегда и не детка заполни мне пустоту скоп 5 хватит там назови еще три имени нянь нашего детства долорес бесси и присылла бесполезно нужное мне имя всплывать не хочет надо попробовать еще три может быть их было 9 или больше тебе что-нибудь известно об н мари притормози лизи я не хочу и твоей не заводи меня ты давно разговаривала с мамой недавно я сказал жан-мишель ты слышал что сказала твоя дочь боже мой ведь она из-за лера именно так я сейчас смог отключить один из голосов девушек и в этот раз мы послушали только сольная выступление да не выступление сольную реплику в общем мне почему-то крутится слово выступление так хорошо хорошо давайте посмотрим на все он чистый похож на картину малевича только без квадрата белый квадрат на белом фоне вини аллер белый квадрат нет он нужен квинни чтобы доделать работы к завтрашней выставке он мне не нужен я же не художница нет музыка какая великолепная музыка на фотографии официальный бойфренд квинни он чудной он мне нравится квинни никогда не пьет поэтому у нее всегда есть вино отдельно нравится что она записана реальная играющими музыкантами они электронная музыка постарались молодцы он напоминает мне мою первую только виде комода и мы видим здесь узнаете из раны в и не не как персонажа на стив бушами похожего и не никогда не пьет поэтому у нее всегда есть вино картина бутылка банки наброски нет ничего интересного друг браина баско играющего в психушке на трубе мне ничего из этого не нужно а вспомните ли вы его имя напишите если вспомните без каких-либо подглядываний просто интересно кто помнит я помню еще квинни никогда не пьет поэтому у нее всегда есть вино мне ничего из этого не нужно картина бутылка банки наброски нет ничего интересного так окно что у нас тут у художника нет в европе отечества кроме парижа фридрих нитше когда добропорядочные американцы умирают они попадают в париж оскар уайльд в париже все хотят быть актерами никто не хочет довольствоваться ролью зрителя жанка кто дайте мне музыку как мне сделать она такая интересная была и приятная чтобы что-то надо заговорить с ней квинни я вся внимание какие-то звуки книги по искусству кисти и краски все в стиле квинни мне не нужны книги по искусству там есть кисти и краски но мне они не нужны мне не нужны это все книги единый объект тюк соломы оказывается даже утюков с соломой бывают плохие дни кто знает через что ему пришлось пройти он просто повесился однажды я искала иголку стогу не нашла попытка номер два мне нравится когда что-то выходит со второго раза отлично где же еще искать иголку как не в стоге сена набор для шитья нужно всегда иметь его при себе моя бабушка адель всегда носила иголку и катушку ниток в переднике практичная женщина симпатичный набор я бабушка адель всегда носила иголку и катушку ниток в переднике практичная женщина булавка иголка нитки четырех цветов и наперсток мне нравится когда что-то выходит со второго раза. Кто знает, через что ему пришлось пройти. Оказывается, даже у тюков с соломой бывают плохие дни. Сейчас попробуем обратно засунуть иголку в сток сена. Воткнуть ее в Квинни. Невозможно. Квинни только раз в жизни имела дело с иголкой. Когда делала пирсинг. В нем нет дырок. Я не хочу оставлять это здесь. Как-то связаны эти предметы. Я вот чувствую. Есть такое ощущение небольшое. Да, я могу пришить пуговицу. Но куда? Да, я могу пришить. Я не хочу пришивать это. Я не хочу. Понятно, что нам нужно будет пришивать их, наверное, в лифте. Гамак. Жаль, гамак нельзя смотреть. Может быть, дать ей блокнот? Я вспомнила кое-что, что случилось со мной недавно. Слушай, Квинни, я застала Большого Альберта, самого умного человека в мире. Это шедевр. У тебя отлично получился Большой Альберт. Да, некоторые мышцы у него впечатляющие. Он способный малый. Мне все еще нужны идеи, поняла? Как все начиналось? Квинни Аллер. Нельзя не признать. Большой Альберт впечатляет. Да, он такой широкий, что даже не пролазит. Мне нравится название. В окно. Именно так все и началось. И приходится немножко бочком втискиваться. Нельзя не признать. Большой Альберт впечатляет. Нет, она нужна Квинни. Нет, завтра ее должны выставить в одной из галерей папы. Я не стану красть картину у Квинни. Так. Попробуем еще. Может быть вот это? Я вспомнила кое-что, что случилось со мной недавно. Слушай, Квинни. Фиц Рэндальф хочет заняться политикой. Представляешь? В своем парадном... Ха-ха-ха. Супер. Хм. Ты в самом деле считаешь, что он будет так одеваться? Я художник, Лиззи. Рисую, что хочу. Мне все еще нужны идеи, поняла? Посмотрим на новый хит Квинни Аллер. Я все еще не могу поверить, что Фиц Рэндальф манипулирует умами людей, чтобы пробиться в политику. Многие делают так. Какое претенциозное название. Почти такое же претенциозное, как и сам Фиц Рэндальф. Нет, это картина Квинни. Нет. Какое претенциозное... Ну давайте теперь, перед тем, как мы уйдем, еще раз поговорим с Квинни. Квинни? Я вся внимание. Кстати, о парнях. Как у тебя с ними? Три. Сразу? Ты совсем поехала мозгами? По очереди. Как удобно. А у тебя как, Лиззи? Ни одного. Тоже по очереди. Но молчок обо мне. Если мать узнает, она мне голову оторвет. Поняла? Завтра у тебя выставка. Поговорим об этом. Так, все это мы проговаривали. Хватит. Давай, назови еще три имени нянь нашего детства. Дана, Каролина и Джеки. Бесполезно. Хватит. Эйк. Эйк. Покидаем. Ну давайте попробуем пришить пуговицу. Сюда, например. Я терпеть не могла уроки шитья мисс Хэррингтон, но теперь я рада. Без сомнений, это бальный зал. Из дома моих родителей. Точно. Вон оркестр и Альфред, дворецкий. Часы сошли с ума. Эйк. 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 Да это же моя маленькая Лиза. Как дела, дорогая? Ну, странновато. Много народу, правда? Ты и есть странноватая. Не переживай. Спасибо. Много народу, правда? Да, сегодня на бал пришла половина штата. Очень воспитанные люди. И умеют себя вести. Может, хоть сегодня ты станцуешь? Нет, нет, нет. Ни за что. Когда я танцую, люди смеются надо мной. Понятно. Когда ты вошла в зал, мне показалось, что ты хочешь станцевать. Ни за что. Я сгорю от стыда. Ага. Знаешь что, Альфред? Я буду танцевать. Я преодолею свой величайший стыд, как сказал поэт Боли. Вот это дело. Покажи мне свою танцевальную карту и вперед. Карту? Танцевальную карту. У тебя ее нет? Нет. Может, посмотришь на это сквозь пальцы? Невозможно. Правило есть правило. Что сказала бы твоя мать? Жан-Мишель, твоя дочь пришла на бал без танцевальной карты. Боже, она ведь из-за леров. Верно. Ну, значит, Эйк, найди танцевальную карту и возвращайся. Ты уверен, что я не могу станцевать без карты? Уверен, Элиза. Не можешь. Твоя мать меня уволит, если узнает об этом. Правило есть правило. Где можно найти танцевальную карту? Я не специалист по этим плодам. Но мне говорили, что они растут во влажных местах. Ты принес замечательный оркестр. Тебе нравится? Я принес его для твоей матери. Из-за ее любви к цветам. Но он произвел на нее меньшее впечатление, чем я ожидал. Ей нравятся только розы. И только ее розы. Она обожает хвастаться ими. Эйк! Эйк-пылесосик. Ну, я сначала хотел на другой этаж съездить. Вот сюда. Вот. Вот тут у нас другой этаж. С него начнем. Только давайте уже пришьем и эту пуговицу. Например, сюда. Вторая пуговица пришита. Крокодильчики. Я так и думал. Так. Ты сможешь, Лис? Ладно. С четырнадцатого. Тот, кто отбивает желание мыться. Я годами боялась его. Интересно, что это. На самом деле, я всегда знала, что это обычная вешалка. Но в воображении она была именно такой. И именно это важно. Няне всегда думали, что это предлог, чтобы не мыться. Они говорили, что я все выдумываю. Няне всегда думают... Тут шлем. Можно его взять. Этот тип ездит на мотоцикле? Он не перестает меня удивлять. Это значит, что мы будем нарисованы на мотоцикле с коляской или нет? Такой же, как тот, в котором я сбежала с дирижабля. Плюсы. Когда едешь на мотоцикле, ветер не портит прическу. Минусы. Когда его снимаешь, прическа портится. Плюсы. Минусы. Он мучил меня в детстве. Я ему ничего не должна. Картина. Это Уоллес МакГибсон. Австралийский актер, игравший шотландских призраков. Он моргает. С ума сойти. Это Уоллес МакГибсон. Не хочу его. Не люблю его. Не хочу его. Это Уоллит. Не хочу... Сейф. Пицц Рэндальф похитил мою храбрость и спрятал в сейф. Минутку. Откуда я это знаю? Не знаю. Но знаю. Там внутри моя храбрость. Я верну себе храбрость. Я верну себе храбрость. Я не знаю комбинацию. И так просто я ее не угадаю. Но... Ну, конечно. Я знаю комбинацию. Эо! Ты умеешь разговаривать? Назови ее. Забудь, шлюха. Я сто раз видел, как Фицц Рэндальф открывает сейф. Отлично. Назови ее. Да пошла ты, снобка. Ты что-нибудь сделала для меня? Нет, ни разу. Назови ее. Так почему я должен что-то для тебя делать? Убийца. Потому что ты милашка. Назови ее. Милашка? Уоллес Макгибсон. Самый угрюмый шотландец Австралии. Самый грубый австралиец Шотландии. Разбирайся сама, полоумная. Сколько лис не просила, портрет Уоллеса Макгибсона не отвечал. Чтобы узнать комбинацию сейфа, лис должна была что-нибудь сделать для него. Эо, Уоллес. Отстань, шлюха. Столько комплиментов сразу мы получили. Ну же, назови мне комбинацию. Слиняй отсюда, дистанционерка. И он, похоже, не намерен останавливаться. Что я могу для тебя сделать? Заткнуться. Я ищу свою истинную страсть. Ты мне поможешь? Нет, но я страстно желаю, чтобы ты слиняла отсюда. Поговорим позже, ладно? У меня есть выбор. Я заставлю его дать мне комбинацию сейфа. Да, да, да. Эо, Уоллес. Сгинь, полоумная. Интервью для газеты «Много букв». Уоллес Макгибсон. Австралийский актер, играющий шотландских призраков. Должно быть, это нелегко. С головой в руке проще. Я начинал в немом кино. Зато никаких проблем с акцентом. У тебя такой отвратительный характер, как у мрачного жнеца и Евы Морты вместе взятых. Почему? Потому что такова моя натура. Отвали, поняла? Какой из твоих фильмов тебе нравится больше всего? Никакой. Они все идиотские. Так и ты, сутька. Оставь меня в покое. Тогда я так и быть улыбнусь. Ты играл только роли шотландских призраков? И всадника без головы в двенадцати версиях сонной лощины. Мрачная история. Конец интервью. Вернемся к непринужденной беседе. Что я могу для тебя сделать? Отвалить. Ну, если он так настаивает. Ну же, назови мне комбинацию. И не... Эйк! В общем, я не могу спокойно смотреть, как он обращается с листью. Надо что-то сделать, чтобы получить от него комбинацию. Она перестала лаять, когда у нее выросли драконьи лапы. Раньше она громко лаяла, когда мы спускали воду. Раньше она громко лаяла. Она перестала лаять. Раньше... Я не хочу купаться. Я чистая до блеска. Я не хочу купаться. Я не хочу... Я не хочу... Я не хочу... Он напоминает мне мою... Мою первую... Как это называется? Он напоминает мне мою... Мою первую... Как это называется? Он... Он... Напишите, как это называется. Он работает? Работает. Он сломан. Недостающая деталь стала любимой игрушкой для Энн Мари, Квинни и меня. Она была значком шерифа, сюрикеном ниндзя и звездой на елке. Но мне больше нравилось, когда она была имбирным человечком. Не могу. Не хватает звездочки, которая крутится. Можешь снять отсюда звездочку? Работает. Я думал, полотенце можно взять, оно так лежит отчетливо. Вообще даже нельзя рассмотреть отдельно. Так, поковыряться в сейфе вот этим. Нет, если я пришью дверь, ее будет еще труднее открыть. Пришить тебе голову? Дура, я не выношу иголок. Теряю сознание. Пришить тебе голову? Дура. Если он их не выносит, можно было начать шить, чтобы он сказал нам код. Но Лиз добрая девочка. Так что оставим его пока. Давайте вернемся к Квинни. И дадим ей шлем. Но сначала я хочу трех нянь еще услышать новых. Квинни. Я вся внимание. Давай. Назови еще три имени нянь нашего детства. Надя, Тельма и Херриет. Бесполезно. Хват... Эй, эй. Я вспомнила кое-что, что случилось со мной недавно. Слушай, Квинни. Я сбежала с дирижабли на мотоцикле. И завела его с первого раза. Очень хочется увидеть это. Это супер. Ну вот. Я всегда думала, что шлем мне больше идет. Ты гиперактивная, Лизи. Смотри, не перегревай утюг. Мне все еще нужны идеи, поняла? Хоть она и нарисовала меня не в лучшем ракурсе, мне ясно, что Квинни хорошо понимает свою сестру. Раньше я никогда не ездила на мотоцикле, но нужда хороший учитель. Хоть она и нарисовала меня не в лучшем ракурсе, мне ясно, что Квинни хорошо понимает свою сестру. Хоть эта серия и не получила хорошего тайминга, тем не менее, она завершается, друзья. В следующем мы с вами продолжим. Я думаю, что уже будем приближаться к завершению путешествия по сознанию где-то Лиз. Вместе с вами это сделаем. Обязательно придите и посмотрите.